друзья привет я у айрата это у нас зеленодольск город это татарстан это ну километров наверное может быть я муж совру 20 30 отказания 40 40 короче я соврал два раза значит давно у меня приглашал к себе андрей приезжай значит но он даже был у меня на разводе я не знаю наверно вот может полтора назад нет дольше соврал короче 4 но не суть важно значит смысл такой что ну все таки это далеко от москвы и чтоб сюда приехать на 0 либо бензин потратить либо там билет на поезд на самолет не в общем довольно сложные затрата по деньгам но поскольку тут великое путешествие как мы решили в том числе и поэтому решили потому что многие из городов как бы который мы будем проезжать нас приглашали в гости и почему бы ну значит не совместить вот такой вот путешествие как бы с вот и вот этим приездами и роликами почему бы и нет собственно говоря чем я и не отказался воспользоваться да тем более тем более но если честно как я только рассказал что вот здесь кстати айрат скажи всем привет я сейчас вступлял очку закончили мы продолжим друзья и более он как бы вот сразу пока ему как бы ну созвонились там списались о том что я как бы хочу сюда приехать он сразу как андрей ну все тут есть где переночевать как бы еще там поляну накрыл такую что ее ну как бы там за два дня не съешь как бы за что ему и его супруги ради отдельное спасибо там наготовили и разных вкусняшек вот значит собственно говоря что не воспользоваться и и вот этим предложением и так сказать еще и увидеть вот эту всю красоту которая здесь есть кучи мальков там и так далее мы сейчас как бы ну вот его раз спросим о разных разных и в том числе технических стучек и и о том что что он блин я короче что заговариваюсь заговариваюсь я на самом деле волнуюсь очень сильно но это потому что он волнуется у меня тут я короче думал тут неделю до эра то было как я буду выступать там и так далее будет потеющий ведущий как из сериала светофор вот и я в общем грешным делом тоже стал волноваться давайте я это все отброшу короче говоря если я вдруг буду какую-то ахинею нести но сильно меня не не запинаете потому что я все таки тут далеко от родных мест значит и мне немножечко как бы бывает запинаешь но надо что мы как бы вот обо мне да обо мне давай айратов тебе вот поговорим я так понимаю ты не с детства рыбками занимаешься с детства здесь нет я как получается лет в 10 я мечтал голубей держать нора родители сказали сразу нет потому что потом выяснилось отец держала все время сарайки ломали они как бы категорически держи рыбок как бы вот они мне сказали я естественно послушал садил рыбок тоже кусочек природы и тут у нас во дворе ну это я жил поселке васильево недалеко отсюда 20 километров вот и мы жили своем доме и как бы ребята с 2 соседи все его вроде увидели все начали хором все друзья как бы начали рыбок держать ну так постепенно магазин тогда чё один зоомагазин зеленодольский один там казани и птичий рынок казани были все-таки зоомагазин да и и вот тогда мы как бы начали помню на птичий рынок ездить и вот и вот стали замечать как там мужики торгуют типа уже тогда как бы видим коммерческая жилка что ли проснулась вот мол типа они там на рыбках там на машину на квартиру зарабатывает мы вырастим тоже будем заниматься как бы ну вот с друзьями как метели но так получилось у меня 12 лет аппендицит лопнул в поезде в новосибирске оперировали спасли жизнь и родители тогда жаль весь мол типа держи голубей но на этом эпопея с рыбками закончилась тогда про правда когда я после армии на первой супруге женился мы пробовали но тогда комната в бараке то есть места не было мы попробовали ну то есть чисто она говорит ну куда мы нам как жить негде вроде и тоже так все бросили и и так получилось что в девяносто пятом нечем заниматься я занялся цветами вот но тоже мы с любой как бы снимали все время на переездах где рыбок держать вот и поэтому как-то цветы сами по себе вот я много лет цветами занимался а рыбки чисто случайно то есть как бы взять без работы был я ему предложил у них трехкомнатной квартиры с дочерью там бабушка умерла вроде типа комната я говорю уж давай рыбками я вложусь мол типа будешь заниматься вот он как-то сначала загорелся а потом быстро столбия пришлось за него да то есть а мне было трудно у меня был еще магазин как бы то есть второй бизнес и я как бы трудно совмещать и все легло на дочь она горд вот блин вы горе горд разводчики мол типа все как на меня повесили они маленькие дети верт еще рыбы вот я вот мы уж пока вот эту квартиру два года назад не приобрели как бы вот вот этот стеллаж как бы получается у нее стоял вот то есть он как бы перекочевал уже сюда потом айра чуть громче говори хорошо хорошо ладно ладно потому что я не знаю что что-то там у нас подчетчиком желает то есть вот когда уже переехали мы сюда как бы здесь уже я же не говорю давай попробую вот и потом получилось так что магазин я дочери подарил вот и рыбки чисто рыбой стал заниматься ну да не сказать что прямо пока супер доходная но у нас как бы цветочный бизнес у нас есть начал жить поэтому я сейчас в стадии развития ухожусь я только не 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 понял как да вот ты же все равно как бы часть рыбы перекупать часть что-то разводишь и часть что-то ну да то есть вот получается это приходит сибири 19 года как бы мы поставили аквариумы мы запустили мы естественно да здесь вот первую эту стойку поставил сначала рыбу сюда перебазировал потом эту стойку перить переселил и получается что ну когда рыба уже пошла разводиться из я задумался внук как ее же надо реализовать как-то и как бы пришло мнение ну вообще человек не подсказал про птичий рынок он не предлагал павильона двоих взять вот а пока я так думал он взял поменьше павильон но и я уже там стал ходить спрашивать как раз один павильон освободился я долго думал ну то есть я никогда не начинаем так с букты бараты у меня был уже план развития вот как бы как я эту точку буду вести и поэтому то есть когда я феврале прошлого года открылся там то есть я уже был уверен то есть у меня были мысли зоомагазин открыть но так как у меня был магазин который с кучей товара и там там все время шла гонка за товаром то есть кончается один товар закупаешься уже другой кончайте все время к ну то есть жизнь была дальше что прожал то твоего вот и поэтому а цветы у нас вот чисто цветы продали деньги отдали как говорится чё осталось больше ни на чё не надо то есть как бы там виден заработок и вот поэтому я пришел ко мне не чисто рыбой то есть никакого не оборудование не отваримов ничего вот даже растения там не торгуют даже часть рыб который то есть изначально для ассортимента да да просто это бизнес-тема тоже интересно потому что юнотерики спрашивают изначально и вот я приобрел две переносочки они там стоят на птичке если поедем увидеть или ничего свободные стоят то есть было 12 секов там вот я под рассчитал сколько-то видов рыб у меня было и первую рыбу я помню с барнаул я заказывал там есть предприятие как бы крупные вот и так вот у меня пошел как бы сначала для ассортимента а потом резко стало естественно не хватать своей рыбы то есть чаще всего вот мои мальки например вот вот но это вот на один день торговли друзья мы с вами ну ромка как вы знаете он на второй камере на большой там крупные планчики но будут с него так она ведь мысли из головы выпало теперь ладненько давай другую туда мысль деревянные стеллажи деревянные стеллажи ну про меня можно так сказать что я ученик ютуба а вот можно и ролик говори говоря будет раз надо то есть сначала я смотрел вот много роликов украинского известного блогера как бы то нельзя вот да и вот эти стеллажи как бы то есть как бы с него ну по-своему совершенствования то есть понятное дело что как бы брусочки уже крашеные как бы они просто это вот и вообще многие вот кто его ролики смотрят вот эти узнают только естественно фильтрацию него работала по-другому то есть у него заливалась так проходил вода и выливалась полностью я посчитал что путь воды не очень большой вот и но этот аквариум сейчас как бы его но этот фильтр надо сейчас менять там фильтра стоят много видно что из него тут выбирают да то есть это год год как бы никто ничего ну короче здесь вот тут можно есть я как бы совершенства вода заходит отсюда она должна проходить отсюда но вот тот еще работает как бы тут чисто конечно вода стала через верх но вот этот еще в работе прям все вы и вот видно то есть вода за сам это садил это все само наросло уже так то есть проходит то есть дальше вода проходит под низом сюда через верх сюда выливается вот и уже как бы в аквариум здесь синтепон как бы то есть его фильтра я как бы пересовершенствовал потом я помню он поставил вот такие фильтра уже вот но у него тоже были недоработки у него вода шла отсюда вы он сделал стеночки вот естественно видимо это и плюс у него были распорки под углом вот скорее всего они начали выдавливать аквариум там потому что когда я в ульяновске эти аквариум заказывал то есть я по его схеме вот с этими ну треугольными распорками заказывал как подборками чтобы вот эту площадочку держала то мне сразу сказали не выдержит выдавит вот вес приличный как бы то есть эту я сразу то есть пересовершенствую я понял что туда вода будет мимо я сделал чтобы вода вперед шла естественно здесь все дело пошире потому что вот видите там вода не проходит то есть я побольше оставлял зазоры ну чтобы вода курсировала не через верх просто скакала а они мне сразу сказали вот не тебе сделаем площадку такой закрепленную вот и это выдержит как бы ну спасибо ребятам иначе будут на эти подпорки возможно не выдержали ну вот меня можно совет если вот это стекло вот вот это стекло как бы это ребро такое но она не продавится как бы в серединку понимаешь и не продает здесь ничего потому что это стекло надо как бы изогнуть будет в ребро а для этого не сможешь делать поэтому вот это стекло нужно дотянуть просто досюда до вот этого края вот ну а здесь например отверстие сделать чтобы вот это ребро как бы осталось ну то есть не сборная вода можно было до конца сделать а вылип здесь я-то думал чтобы сюда не не лилось но здесь можно было просто вот это стекло побольше стекло как бы цельно просто делаешь до сюда а здесь делаешь отверстие ну понятно и все ну понятное дело но по идее то сеточка вот зарастает нужна сетка более крупная то есть там я иногда у тебя вот но вот эту площадочку не будет никакой на вот единственное конечно мне много проще с перегородкой заказать это я уже вклеивал сам как бы вот эти перегородки ну то есть рыбу ловить здесь сложно ну то есть мало того мало того растения убирать надо и не друзья вот вам как бы лайфхак про если вашу разводную стройные большие аквариумы неудобную разводник неудобно по причине того что ну вот даже рыбку ловить но но есть плюс в них то есть сажать можно много в них то есть вот здесь я запросто сажаю 2000 неонов на рогну да и они спокойно живут то есть вот при такой но сейчас тут и до него и остатки неонов как бы то есть вот просто я знаю что 2000 сюда сажал и им ничего не было ну естественно мелких на дальнейших писал развод да да не это мое производство да то есть я слушать не листовички нет да этот стеллаж появился недавно то есть вот до вашего приезда я целый день тут перестановкой занимался потому что все эти мелкие аквариум на полках стояли вот этот стеллажик я подумал что слишком расточительно мелкие держать на таких вот полках ну так как квартира слишком маленькая готовился к нам понимаете готовил помыл поди все тут попросил все помыть аквариумы на самом деле здесь все так вот это уже идет наработки но наверное с ваших роликов как у рудольфа посмотрел что вот очень хорошо от стойники сверху ставить именно но здесь вот практически отверстием как бы но это для осмоса будет как бы вот то есть здесь я землю хочу сделать шланг чтобы красно-красно налил налил как бы сюда вот ну на птичке меня тоже систему уже ближе как с роликов ну мы германии мы с этой позвольте да вот но но я пришел вот к вам ко мне за рудольфий правильно да то есть он он как раз в ролике говорил что для малька его аквариума неудобно вот и поэтому а вот эти аквариумы для малька самое то то есть фильтром выносным то есть в него малек не залетает единственный минус вот губки надо чаще мить уже пора это она тогда сжимается течение потом приостанавливать я как бы почаще мы надо как бы я понял а так вот это хорошо именно для малька интересно аквариумы у тебя с растениями они тут растут или это но это растение как бы вот первично когда мы у дочери мы же думали и растения будет и это и рыбки эти растения так и остались они но они размножаются то есть растение я как бы оптовики у меня берут рыбу я им раздаю как но россия редко пересаживаю тут как может раз в год их пересаживаю потом излишки отдаю как бы но здесь вот отсадники для живородки живородочка где но у тебя ну производством как вот ну так ну валиферы здесь сидят пересадить надо слишком пугливые они будут здесь гуппи фурор альбина не так давно они у меня появились вот тут потомство их не есть там немножко кальбра вот так еще гуппи ты как самку эту ты как-то высаживаешь или малька оттуда вылавливаешь самки вот отца вот эти отсадники а вот все ты смотришь такая с пузиком да да посадил такой интересная конст то есть вот единственный пока вот было только 4 этих отсадника вот было неудобно то есть губки надо отдельно сажать потому что остальная рыба будет гуппи у них угнетает скажем так вот часто были гуппи с кровоподтеками естественно помирали потом вот поэтому сейчас вот как бы добавилось вот будет еще два тут и не надо были жестко а как мы будем остальные роли если мы хотели так ну это самое мы часто вы не взяли эту ты снимаете самые вот сейчас вот как раз малюшки с ними хорошо поперёк вставай снимать в принципе в теории можешь айрата вот здесь можно садиться можно на вот если чё суда садись как бы ну понял да руку на это на себе на это чтобы легче было воды да ну мальков все чё видишь как бы как бы чтоб вот он например аквариум был в кадре понял до такой степени можем чуть похоже там какую-то рыбку например наводить но это уже там как получится тогда да значит получается они как бы как они сделан они стеклянные родники высовываются вот то есть они под их переставляются то есть рыбы на рожала то есть отсюда рыба малек убирается от садник переставляется малек остался я понял вот его тут немного вот но этот надо освободить тут просто заняты аквариумы уже пойдут то есть получилось так субботу еще некуда было возить у меня на рынке как бы аквариум были полные видимо к вашему приезду судьба благосклонна так распорядились если мы на птичка при этом совершенно пустые аквариума зал да да то есть приехали крупные автовики и забрали там одни были ампулярия стали змеи короче говоря друзья аура у нас такая видимость все продает видимо так еще по стеллажам значит это чё за дерево вообще ну так чтобы я брусток наверно сосна я не знаю покупал ты приехал такой дать ему деревяшку или ну я просто по размеру бруски как бы выбирал на то есть они знают сосна березу мы думаем сосна скорее всего да то есть здесь почему уже 60 на 40 пошли то что ну как бы когда квартиру мы брали я и уже размеры комнаты знал и размеры этого стеллажа готовы вот и получается он не умещался я поэтому на 40 узкие бруски выбрал а так получилось что и здесь русские были тоже на 50 но я не рассчитал что у этой квартиры батареи вот такие вот естественно тоже не верю да а я мерил от стены как бы пришлось мне и здесь бруски сменить резко ну вот так вот если посмотреть это ну не особо давно и прогибается что-то когда здесь вот несколько вот в пролете метр это вообще железно стоит вот то есть ну метр двадцать как бы вот эти видно было здесь небольшой прогиб то есть есть не видно что здесь я подкладки вставлял чтобы аквариум немножко приподнялся так анциструс это же где-то самосевом они везде у меня то есть тут гнездо тут там там везде гнезда то есть где-то они икру выкидывают то есть икру я вот сюда же и кидаю хотя вот к меченосым конечно желательно чем у нас когда подрастут начинает угнетать он не в конце трудая это уже не раз проверено но учет меня некуда было я что-то перестал новкой занимался и увидел икру кинул сюда как пока мелкие меченосцы малинезе не трогают а вот меченосцы противные мальки они клюют мелких анцитрусов меченосцы клюют меченосцы да не клюют не гуппи не малинезе они были феры то есть мелких анцитрусов не трогают а вот меченосцы вот такого размера они начинают заклёвывать почему-то у этих анцитрусов друзья тут вот эти велиферы на самом деле я сначала подумал что это от тарена как бы они такие здоровенные но я тоже с москвы их брал то есть и олег я по интернет так познакомился как бы вот и то есть я у него брал велифер флаговых пицилий флаговых меченосцев но все они прижились то есть пока вот стеллаж стоял у дочери когда взять как бы потерял интерес она естественно не ей не знать за детьми смотреть не знаю за рыбой то есть то рыба потерялась скажем да нет есть вот пиццеллий самец выжил один да ну пока что такого потомства не получается то есть я смешанные пиццеллий были а получается вот такие в ней но это я вот это аквариум с ремонтом скажем так себя и здесь живет где-то боцы это наш талисман с чего все началось сборцы да то есть получается что у меня дома был 60 литровый аквариум а вот он вот вот 60 на 60 литров аквариум дом стоял и как бы там ну естественно не ухаживали остался живет только вот это боцы и номерной сон номер какой не знаю то есть я кому не там эти сто эти сто восемьдесят первые как их звездчатые это они не плодятся счета вот он вот какой номер не знаю одна единственная самка как бы она вот и им по восемь лет то есть как бы вот они вдвоем огонь и воду прошли в 60 литровом и ютились вот то есть боцы не ростом вот когда вот аквариум вот он вымахал здесь а это вот сутри это любимая рыба жены она сказала не вдумай продать это мой любимчик я как бы ну он безобидный вообще никого то есть были жили тут две огромные скаляри которые весь аквариум страхи держали скаляри я уговорил надо избавиться я не могу держать аквариум просто так потому что вся рыба остальная сидела по углам то есть волеферы тоже здесь жили они как эти вот там уголки где супруга при привязывается к рыбкам книга она крупную рыбу ли руку да ты смелочь она не признаю и организовать и аквариум в крупную ну хотя камина уже и так все здесь аквариум я так понимаю это вообще какой-то все типа ширину знаешь такой рынка вот ну вот это первые аквариумы как бы я вот ульяновска заказывал они как бы сразу сказали типа мы знаем как делать и вот я доверился они мне вот такие то их два было вот а когда я уже думал все бросаю типа я начал распродавать вот и вот рамиль у которым мы хотели приехать или не получилось то что он год работаю вот он успел у меня забрать один аквариум там еще несколько и получала то есть это как раз бы осталось без этого аквариума это можно рассмотреть то есть фильтр я вчера я хотел успеть его запустить но из-за этого светильника фильтр не встал как бы вот то есть сейчас я конечно в казани заказываю аквариуме ну просто у него он быстрее делает рядом и он привозит сюда мне будет единственное он обычный аквариум он хорошо сидел и но который я заказываю сложный аквариум он постоянно чем вот я им говорю в клей стекло он именно здесь а здесь все время с антипоном для сквишеты я говорю сдерется это все и как бы вот никак мы с ним не научимся в гармонии жить что постоянно такой косячок остается я понял ну то есть туда подается вода она тык-тык-тык проходит а эти вот я почему придумал не только сет то есть если там только сетки вот то здесь есть зазор еще ну два миллиметра да то есть это чтобы стаскивалась как бы в одну сторону какашка какашка да хотя здесь она все равно будет последнем отсеке сидеть ну и надо будет высосать ну было из последнего уже на яка не вот а на птичке естественно там система как у рудольфа там кран открыл все слилось ну чё блин прикольно а это все это это купленная рыба то есть вот три аквариума работают ну тут есть тут до него свои потому что неонов мало осталось ну то есть это аквариум для неонов все время было вот а так как сажать рыбу все время некуда вот поэтому как бы я уж вижу мало неонов сюда своих загрузил так обычно здесь не он и здесь барбусы загружается здесь тернации вот но сейчас я на рынке делаю 2 павильон там она будет карантинник вот то есть там китайская система будет как бы я покажу они как бы не готовы но суть работы я объясню здесь вот как раз это ножи местного развода да ладно да серьезно да парень кто же болит бежевский развода интересно ну и тут тоже все твои рыбки получается ну вот интернация моя а то есть все-таки ты развил да ну то есть 50 то что получается как бы когда как как бы то есть пока у меня постоянно идет недосмотр и малек гибнет как бы а ты не какие-то сеточки ложишь бы он ученых тогда отвалились на эту сумму нет надо и сюда какие-то сеточки ложь да сеточки вон они наверху стоят ну надо переделывать их конечно город по нашему принципу вот прикольно ты это же москит типа не москитная вот мы же цветами торгуем на огороде такие это цветочные сетки что ну учитывая что могу у меня магазин там цветочная упаковка я торгую как бы сетку у меня дармовая то есть купили букет из сета с сеточкой заказали сетка остается не выкидываете вот вам пожалуйста для используете сетку давай мальков рассмотрим еще это данюшки это даню да я просто люблю мальков как они как они выглядят круто прикрутой всегда вот эти два аквариума будет для отца наоборот отъедете назад смотри отъезжаешь назад и подходишь близко максимально понял и соответственно уже вот трансфокатором потихонечку чуть-чуть как бы трансфокации и там по красотульке когда их дофига боли на не смотрятся вот теперь как бы получается от сядников у меня будет 9 штук то есть вот таких сеток 4 будет то есть один вот на ремонте стоит это тоже отремонтана сеточка да то есть на это я сам делал как то есть спереди спереди отверстие был для того чтобы если помпу ставить направленную туда а вот вот того что когда я маленькие помпы через верх я пытался набора нет как бы поэтому и поэтому пришел к аэрлифт непростым ну и плюс еще кислород и внутрь идет на всякий случай на у тебя централизованный конфессор да вон он стоит его что да это вот такой роли да и он вот такими трубочками как да вот краники все это как работал как раз вчера все переделывал то есть дополнительно сюда переправил вот одна у краника не хватило оставить здесь есть крайне артем вот прям вот в баночках таких года три три банки они меняются а там чё за банка это я не скармливаю сразу все получается да и в ту банку уже чистая сливается то есть вот в обед сын придет он уже отсюда просто скормит как бы и а сколько желаем там тоже соленая вода да та же вода то есть мы сливаем через это потом я как бы уже чисто то есть я валирую отстоится когда это же ну вот меня кто-то спрашивал друзья как артемию что-то не рассказал как артемий кормить там на него это чтобы там на на два дня там или там ну вот в принципе вам способ до сливаете всю не скармливайте я за раскалываю всего здесь вот мы не хватает поэтому раз и она остается в соленой же воде да здесь уже без здесь уже без вода то есть я даю отстояться грязь либо вниз да да то есть лишь либо то что не вылупилась вниз спадает на корму по наверху просто трубочкой валируешь посередине собрала вот эти контейнеры сливаешь оба дуба ну да и туда вот сначала покормишь а по надо оттуда забирай на корме ну наверно раз-два можно покормить еще допустим мне на 1 хватает на раз то есть я утром банку а второй раз отсюда вечером еще банкой уходит как бы ну тут ну я может быть слишком вольготно кормлю то есть я и таких даю и таких кормлю в артеме и как бы но далее дальше начинается клопом ночь кормить цифру за мороженую да а еще чем кормишь ну когда есть мотыль мотыль даю на мотыль я даю один раз в день только остальное к кормлю копенцем естественно а вот он здесь стоит и пересыпал так то на холодильнике стоит сейчас холодильник мы заняли а это а вот здесь еще бочечки стоят этого вода вот тут кстати тоже есть типа ноу-хау мне надоело бочки таскать она ездит теперь вот на колесик до подъехала достаешь шланги подъемная помпа как бы и пошел да и прочее у тебя порток а ну вот вручную как да то есть видать так как супруга не разрешает мне бурить стены как бы ну вроде пока думаю разрешено вот то есть есть наметка попросить и от дивана избавиться чтобы на эту сторону тоже расширится как бы вот планов для осудить и прикольно что 0 колесики там колеса до колесики из магазина как он любит ну не знаю есть магазин который продает и всякие инструменты вот то есть два вторых под а почему поддоны потому что заливая так холодную воду бочки бочки потеет и как бы я раньше тряпки стелила стеса и мокрый все это текет как бы она и поэтому придумали такие поддоны для бочек то есть конечно же если бы я бы сразу бы по умнее был бы в начале я бы эти высокие аквариума не делал бы у меня на стеллаж чуть ниже был и можно было бы отстойники наверх закинуть тогда бы бочки не понадобились то есть вот на рынке у меня получается отстойник три яруса то есть этого отстойника хватает сменить воду за раз всех то есть если мы здесь тремя бочками в день меняем два аквариума где не каждый день вот так по кругу ходим то на рынке я приезжаю за час меняя все аквариумы там там пока девять у них я понял друзья ну чё смотрите блин прикольная такая стоечка деревянная я прям вот ну не знаю что это прям дерево уже который раз в своей как бы истории аквариум на вижу да и все хочу так сказать это все сделать но поскольку ну как сказать я не так хорошо с деревом умею работать но я имею ввиду что это же надо ровненько все собрать а как короче ровненько собрать и по-хитрому я еще но не очень придумал можно так уровень есть вот надо все равно как бы а так вот ну смотрите не сильно классная штука не гниет ничего с ней то есть вот этот стеллаж уже более по-современному сделан то есть если изначально бруски или просто прессе крепились как бы вот то есть они как бы висят на это здесь получается они упираются на эти ну так же сделано около house гаусс убираем вот такая система да то есть и плюс нижний ярус чуть выше становится как бы это на самом деле неплохо еще из моих наработок и то есть так как у дочери все обои испортились вот то есть у меня с пленка пленка как вода вот то есть стеллаж когда делался то есть вот на на этих скотчика навесилась пленка то есть она со всех сторон завернув и она еще и под стеллаж завернута вот то есть если там вода потекет то она сюда будет вытекать ну там мы соседи топнули разок друзья это тоже здесь третий этаж и вот уже видите опыт есть у посмотрите какой уютный дворик это стандарт я мы на третьем этаже вот айра да блин ну круто все спасибо что ты но разрешил это все дело показать да не за что и смотреть но друзья вам хочу сказать если кто но коммерции занимаются как бы ищите далеко ищите рядом как он как-то так она звучит пословица ничьи далеко найдешь рядом поэтому оглянитесь на круг наверняка как бы где-то есть рядом и более высокого качества и более дешево ну я как бы рекомендую как это сейчас можно сказать я русские аквариумы рекомендуют рекомендую кайрату давно его знаю значит это наш давнишний подписчик постоянно чем комментирует у нас иногда бывает критичные комментарии у нас но я в основном связано были с алкоголем как бы это же просто я сам не пьющий я вроде не это самое нет ну когда были в ролике пиво появлялась я просто германии я говорю на дети смотрят вроде типа критика она полезная критика навсегда важно айра еще что-то хочешь сказать не знаю что еще интересного планы на будущее истока давай давай вот понятное дело что в квартире я как бы рассматривает а все временно вот то есть по планам у меня как бы мысли менялись то есть была мысль приобрести отдельную квартиру как бы но квартира на пол одушки вот ясно рассматривал миллион двести на первом этаже 30 квадратов вроде как не айс потом появилась за миллион пятьсот как бы коммерческой недвижимость 74 квадрата но под ладно я все это перепроверил коммуналка дороже вдвое как бы и вот и то есть как бы я тормознулся идеи вот мне партнер мой намекнул что лучше всего все таки где-то обосноваться в деревне так как у меня есть дом в деревне как бы пол гектара земли пустующий то есть есть как бы наметка будущем все таки может быть там развернуться ну если конечно хвои средства строится деньги нужны и отсушить давай такой грязный вопрос можно ну понятно ты как бы но коммерсант до раскрывать хорошая то что вот например я просто как бы у меня опыт не засия давно в торговле с аквариумистикой ты вот все-таки аквариумист или коммерсант или все-таки ну как бы это совмещено то есть тебе нравится тот чем ты занимаешься вообще и ну тебе приносит удовольствие как скажем так природа меня вообще интересно как бы то есть в целом не только рыбы то есть я естественно до сих пор мечтаю и голубей держать как бы вот у меня была мысль даже страусов разводить ну я же говорю деревне то есть не было транспорт сейчас я вот на права учусь как бы будет полегче с этим надеюсь вот а так как бы то есть даже такая мысль а было и там попугайчиков начать там разводить думал ну то есть но на это все деньги нужно скажем так то есть кредиты у меня сразу отметаются вот я даже у жены не стараюсь брать хотя как бы есть возможность ну беру и ну то есть на три дня на на три дня скажем так закупиться рыбой и вот продал быстренько я вернул то есть но я стараюсь финансы бизнесов не путать муж нужно бухгалтерии то есть некоторые на птичке открываются как бы они даже не знают в плюсе они или нет вот как было вычку я глухать как ты не ведешь на болтили ну как вроде тепло не мне все в перспективе дорогу я и знать сразу изначать да я не из как сейчас зарабатываю сразу хочу признаться ну то есть все в развитии лет то есть я постоянно расширяюсь когда очень я понял тебе все равно рыбки нравится ну конечно нравится скажем на какие рыбки еще планируешь разводить сам есть такая мысля но же раз ты строится надумал ночь и думаешь ну и учитывая что все таки я в какой-то степени коммерсант понятное дело у меня больше предпочтений именно спросовая рыба вот то есть если научусь терненцию плодить то я как бы вот я пытаюсь тут вот дефицитные цвета я себе поставлял то есть на сегодня желтый и красный это дефицит считается вот видно и оранжевый еще то есть я попытаюсь как бы все-таки освоить это дело но до него легко дается то есть то есть вот производ там живет как бы это у меня будет для гуппе эпициллии здесь будут меченосы и малинезе как бы жить варимут я по призыву да это эти тоже посихоньку то есть здесь будет ремонт так и будет ремонт а этот я хочу разделить и даже наверное на три части потому что ну вот эти и кроме чешие чтобы то есть ты после и кроме то сюда потом пополам поделил перед нерестом как бы то есть такая задумка есть я чё-то так ну вроде как чтобы потом они добили остатки чтобы не кистовались ну и потом не всегда удается сразу отсаживать то есть есть причина вот сейчас как бы стеллаж переставляли то есть рыбу и видите я не не отсаживаю пока поэтому вот че успел еще пока на данный момент были малючки люблю малючка красиво всегда смотрятся такие волшебные глазом еле видны кстати несколько интернадцать где-то есть барбусы вообще пока то есть если огненные барбусы у меня легко шли но эта рыба настолько не ходовая то есть вот последний вот как я же говорю всю рыбу продал то есть у меня все забрали а барбусов не хотели брать я их по 10 рублей вот таких здоровых забирайте только заводить меня вот да и больше не ну для кормить рыбу мне тоже как бы него дня из каждого спасибо тебе друзья подписываемся на канал ставим лайк айрату и коментик от вас какой ну добрый желательно мы тут добрых комментов ждем друзья чего какого до следующего ролика уже ролик то отснял как бы дали не наоборот выключить вот эти пожалуйста да и понял преимущество как бы квартиры да ну перед подвалом это окно друзья да днем получается вообще свет не светит как бы такая экономия экономия блин днем меня не включает меня включается в час а это вот такой вот включатель таймер дайвер такой он как бы с аккумулятором то есть кучи если свет отрубается чтобы он не сбился то есть он еще может время держать ну еще там сутки 2-3 на сколько свет не проводится короче друзья окно это круто друзья вот он сюда соответственно водичка попадает тут так а вот так вот прошла вот пошла так так ну да банальности все просто сам для будет крупная лава вот эти наверх здесь поменьше лава вниз распылитель длинный а лава это сейчас у тебя новое как бы да там сейчас губки у тебя стоят да там где-то керамзит я грузил еще варил короче лава и распылитель и прям под лавой я все на лаву меня ну естественно вот распылитель чтобы насыщался все все понятно все какого-то рудольфа также до получилась рудик мы тебя уже много раз подсмотрели